Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Почему новички так часто умирают в Европа Универсалис 4 в мультиплеере? Нужно ли создавать новичковую лигу, где они смогли бы потренироваться? Конечно, новичковые лиги тоже создаются в дискорд серверах, но не часто. Почему так? В целом нужно примерно рассчитывать на 6-7 сессий, дольше они просто не проживут. Очень часто новички не могут, особенно если это первая сессия, первая кампания. Столкнувшись с первыми же трудностями, они ливают. Естественно, не предоставив замену, что создают организаторам лишнюю головную боль. Напишите в комментариях под видео, нужно ли создавать новичковую лигу или нет. Однако я ничего не обещаю. Как только человек дает обещание, дьявол сразу же становится на его пути. Но давайте попробуем разобраться, почему новички часто умирают. Как правило, хочется поиграть против других игроков, когда ты уже освоился немножко в сингле, и ты немного привык. Имба не имба. В сингле я уже привык, что Польша это имбовая страна, она может многое и быстро расширяться. Однако в мультиплеере Польша считается слабой страной, и новички вряд ли на ней смогут. Расширяться особо тебе некуда. Ну может быть захвачешь Тевтонский орден, Ливонский, как правило, отходит шведам, а Новгород, Московии. Также, получив в Унию Литву, ты будешь сидеть очень долго, лет 50, не особо куда сможешь расширяться. Тот же Крым захватывает Большая Орда. Арагон имба, но, к сожалению, только в сингле. В мультиплеере в основном сражаются за ТЦшки. Вы наверняка слышали такое выражение, как поел на букву Г. Я произносить слово не буду, оно не очень приличное, тем более, может быть, кто-то кушает сейчас. Вы в первую очередь должны захватывать полезные для себя регионы, от которых будете получать доход. Ну вот, например, мамлюк должен покушать Эфиопию и Адонский залив. Торговля протекает в Александрию, и отсюда он получит прибыль. Однако, если он будет пытаться кушать Тунис, это вообще бесполезное занятие. Он будет тратить время и рекрутов на завоевание этих земель, а также админ-очки. В итоге он будет отставать по темпам. Османы должны двигаться в Индию, поскольку вся торговля именно из Индии протекает в Константинополь. Конечно же, нужно решить проблему Венгрии. Однако, если Осман пойдет на запад, он очень сильно потеряет в темпах, в том числе будет тратить необходимые админ-очки. Конечно, это можно сделать, но чисто по приколу. Даже если вы в Сингле пытаетесь захватить Италию, Венгрию и Австрию, вы собираете коалицию и очень сильно теряете в темпах. Новички часто позволяют разговаривать с собой с позиции силы. Так, например, когда я попал на Кастилью, француз был более опытный, я это знал. И также я знал, что француз хочет скушать генуэзский торговый центр. И это ему удалось. Поскольку я ему не мешал, Бургундия тоже, Австрияк не хотел заступаться за итальянцев, а сами итальянцы слабенькие. Я как подумал, ну посижу я в Иберии, захвачу Магриб, может быть пойду в колонии, может быть в Африку, может быть посмотрю, что там в Индии. Посижу, посмотрю, почилю. Но нет, так не бывает. Игроки приходят сюда, чтобы драться против других игроков. Французу некуда было расширяться и естественно он влетел в меня. Точно так же Аккаюнлу Микола позволял разговаривать с собой с позиции силы, он не кушал персию, русский ему не давал. В итоге он оставался слабым, Мивар отожрался, пришел и навалял ему. Темпы? Ты отстаешь по темпам. Очень велика вероятность, близка к 100%, на тебя нападут, если ты будешь отставать по темпам. Так случилось со мной на Бенгале и Виджея Нагара. У Виджи гораздо более высокие темпы, я стал отставать по темпам от него настолько сильно, что ему показалось, что победа будет легкой. Поэтому парни, если вы будете отставать по темпам, с вероятностью 100% на вас нападут. Вне зависимости, союзник у вас здесь сидит, пакт о ненападении вы заключили или что-то еще, отстали, потом не обижайтесь. Сейф в Дискорде, он выкладывается с тем, чтобы поймать читаков, а также интереса ради. Сейф общедоступный и все могут смотреть, в том числе ваши враги. Если ваш враг увидит, а он по-любому будет интересоваться вашей державой. Он посмотрит, вы отстали по темпам, вы не закрыли нужные идеи. Ваша держава сильно отстает от его державы. Он оценивает шансы, возможности, просчитывает и нападает на вас, если ему кажется, что победа будет. Почему Виджая Нагар на меня напал в третьей сессии? Когда я был за Бенгалию, у меня было 23 полка, хотя лимит армии у меня был под 50. У Виджая Нагара был лимит армии на тот момент 120 полков. Конечно же, если бы я поднял бы лимит 50 полков, это меня бы не спасло. Тем не менее, я рекомендую, когда сессия заканчивается, держите фулл лимит армии. Желательно, чтобы у вас какое-то количество рекрутов было и с экономикой запас более-менее. Конечно, будут клянчить деньги, с одной стороны, но с другой стороны, напасть на вас будет меньше соблазна. Незакрытые идеи. Точно так же ваш соперник зайдет, посмотрит. Ну, на примере Польши, да? Последняя идея, мораль армии 15 и дисциплина 5. Он заглянет в сейф, увидит это. Так же то, что у вас слабенькие советники. И немного прикинет, что в течение этой сессии вы не сможете закрыть дисциплину и мораль армии. То есть вы будете намного слабее в военном плане. А потому нападать надо именно сейчас. Поэтому как можно раньше в сословиях берите плюс один к административным, дипломатическим и военным. А так же берите скилловых советников. Да, они бывают дорогие, но опять-таки в сословиях можно взять на них скидку. И иногда по ивентам выпадают дешевые советники. Тоже этим нужно пользоваться. Новички очень часто не сражаются до конца. Ну вот выпала тебе большая орда. Напала Московия. Войну я проиграл. Ну что я могу сделать? Скорее всего ничего. Да, Московия еще в союзе с Польшей. Конечно же они вдвоем будут давить на меня. У меня есть союзник узбек, но он переживает далеко не лучшие времена. Поэтому я ливаю, другие игроки это видят и помогать особо не будут мне в следующий раз. Потому что они видят, а зачем мы будем ему помогать, он сейчас войну проиграет и ливнет. То есть в этом случае репутация работает против вас. Но сидеть с одной провкой это тоже по-моему перебор. Проиграли две войны, видите что вам никто не помогает, то возможно уже можно ливнуть. Еще одна причина, почему проигрывают часто новички это банкротство. Многие забывают, что цель в мультиплеере это не победить в войне другого человека, а именно выбить его из этой страны. И самый лучший способ это банкротнуть его. С одной стороны это хорошо, когда вы набираете фул займов и сражаетесь до конца. Если я ваш соперник и хочу вас выбить, как можно скорее, чтобы вы потом не мешали мне расширяться. Если мне повезет, я выигрываю войну, я не забираю у вас 5-6 лишних провинций. Я выгребаю с вас как можно больше денег и репарации. С тем, чтобы я смог спокойно развиваться, кушать иишки, а вы в это время будете сидеть и справляться с бедствиями. Особенно если игрок этого не предусмотрел, не прожал плюс 3 стабильность и не оставил немного денег в запасе на случай банкротства. Именно поэтому я рекомендую держать стабильность плюс 3, если вы чувствуете, что вы уже все проиграли и ваш соперник будет именно деньги с вас брать. Также немножко денег в запасе держите и замеритесь лучше пораньше, пускай на полгода, на год. Так, например, на Бенгалии я смог убить Аво, поскольку он сразу же банкротнулся. Я выгреб с его казны максимум денег и репарации. Тимурид в сессии кабана тоже не смог выжить именно из-за банкротства. В Лиге Психов был самый темповый, самый крутой осман с невероятным количеством армии и дохода. Он уже прочервил достаточно до Индии, убил Персию, Тимурид умер сам. Вот это почти все он захватил и часть Индии захватывал уже 4 индуса, не могли ему сопротивляться. И общий инкам у них составлял где-то 40% от Османа. Но Осману уже бил в спину венгер и может быть помогал бы австрияк. Но его ударку шлепнули в горах индусы, он психанул, распустил всю армию и прожал банкротство. И ливнул со своей державы. Да, пришла замена, но Османскую империю спасти не удалось. Поэтому банкротство очень сильно бьет по державе. И не всегда из нее можно выйти. Доверчивость многие люди думают так. Вот незнакомый мне человек сидит на Франции или Османской империи. Нужно человеку доверять, пока он не докажет обратное. Но в действительности там может вообще незнакомый для вас человек сидеть. И в следующий раз в лигу вы попадете не скоро. Тем более у вас не скоро появится возможность отомстить. А даже если появится, ну, расклад может вообще оказаться не в вашу пользу. Он попадет на Австрию, вы попадете на Милан. И понятное дело, что вы будете наоборот зависеть от него. И он шлепнет вас второй раз. Достаточно просто не помогать вам. С другой стороны, недоверчивость это другая крайность. Да, вы можете всех подозревать, не доверять, в том числе вашим союзникам. Дольше проживете. Но с другой стороны, наш мир устроен именно так, что кому-то доверять приходится. Если вы этого не сделаете, то вы не получите определенные плюшки и бонусы. Может действительно вам придет человек, которому можно доверять, а вы его оттолкнете. И вследствие чего в будущем пожмете плоды своего недоверия. Так, например, Джинселл для меня как первая любовь. Когда тебя в первый раз кидают, это очень больно. Когда тебя предают в мультиплеере, это очень больно. И ты вряд ли когда-нибудь это забудешь. А когда тебя уже кидают пятый или десятый раз, это уже не так больно. Обидно немного. Но все равно уже давно не те ощущения. Ну да ладно парни, ставьте лайки, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok